Приветствую всех на канале! В этом видео хочу показать способ хранения черенков в холодильнике. Для этого мы заранее нарезаем нашу лозу, вымачиваем на протяжении одних суток, далее обрабатываем черенки марганцовкой приблизительно 5-10 минут, слаборозовый раствор. После черенки подсушиваем и теперь уже можно приступить к их обматыванию. Для этого используем вот такую стрейч-пленку от обычного рулона острым ножом, отрезаем приблизительно 3-4 см и дальше заматываем наши чебуки. Сейчас покажу, как это мы делаем. Итак, приступаем к обмотке. Начинаем с края и аккуратно запаковываем торец, чтобы у нас чебук не иссыхал. И дальше плавно идем, наматываем на чебук. Там, где у нас почка, два раза мотаем. Итак, запаковываем весь чебук. То есть приближаемся к почке, наискось также еще раз мотнули и идем дальше. Также на почке проходим еще раз. И здесь запаковываем торец, так как и запаковывали верхний. Все. Данный чебук у нас уже теперь готов к хранению. И далее мы его храним в холодильнике. Данный способ нам понравился тем, что у нас на черенке не заводится никакая плесень. Дальше вот такие чебуки обматываем по одному, берем в пачку и обматываем уже большим стрейчем поверху. После чего это у нас хранится до весны. Дальше мы эти черенки или прививаем, или уже высаживаем в школку. То есть у кого какое предназначение у винограда будет, так и используем. То есть если прививаем, мы начинаем их доставать в конце мая и прививаем. Если в школку, то уже начиная с февраля приступаем к прививке настольной. А также приблизительно в марте уже можем ставить черенки на проращивание. То есть это такой нехитрый способ. Хорошо нам позволяет сохранить дорогие чебуки. И сейчас я покажу, как у нас данные чебучки лежат в холодильнике. И вот так у нас чебуки лежат на нижней полке в холодильнике. То есть мы их замотали все целиком в стрейч. Это у нас просто от разных людей заказы. Вот они у нас лежат отдельно. Здесь у нас 5 градусов на нижней полке. И у нас до весны они хорошо хранятся. Оставшиеся чебуки храним в подвале. Вот таких фашинах. Сейчас они у нас вымачиваются, обрабатываются, идут в подвал. И те, которые у нас черенки на 3-4 почки, уже вымочены, обработаны, стоят у нас в таких пакетах в подвале. Иногда проверяем, чтобы плесени не были. И вот так храним мы наши чебуки. Все, друзья, до свидания. И всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...